11-летняя Даша Крупина из Верхней Пышме отправилась на лечение в Евпаторию. У девочки очень непростой диагноз. Вести Урал совместно с Росфондом продолжает рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. Назад, вперед, назад, ручку повыше ставь. 11-летняя Даша Крупина мечтает наравне со сверстниками играть и бегать. Однако пока даже ходить у нее получается, только держа маму за руку. До года девочка росла, как обычный ребенок, но потом развитие внезапно остановилось. Где-то год и шесть начала замечать, что у нее пропала улыбка, она стала разрушать. То есть она не играла, а все ломала. То есть, ну, думали, что так должно быть. А в итоге получилось, что она просто легла и лежала, водила только глазками. У малышки диагностировали редкое генетическое заболевание, но родители не опустили руки. Регулярно ездили на обследование, проходили лечение. Постепенно девочка вновь научилась ползать, стоять у опоры и даже пыталась разговаривать. Чтобы не потерять полученные навыки, реабилитацию нужно продолжать. Сейчас Дашу готовы принять в Евпаторийском медцентре лучик надежды, где она уже проходила лечение и делала успехи. У Даши нейродегенеративное заболевание нервной системы с накоплением железа в головном мозге. Спастический тетропорез, симптоматическая эпилепсия, задержка психоречивого развития. Для совершенствования навыков передвижения и контроля тела, укрепления мышц, увеличения объема движений в суставах, профилактики, контрактур, девочке необходим курс реабилитации. Стоимость восстановительного лечения 173 349 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Даше Крупиной просто. Достаточно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети». При этом теперь вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите ее через пробел после слова «дети», например, «дети пробел 20» или «дети пробел 1000». Если сумму не указывать, за сообщение спишут стандартные 75 рублей. Перевести пожертвования можно, исканировав QR-код с ваших экранов или другими способами. Все они на сайте Русфонда. Иван Смагин, Вести Урал.